Новый год к нам мчится, скоро все случится. А это значит, что пора доставать лыжи и сноуборды, и мазать их салом. В этом выпуске мы отправляемся на 5 лучших зимних курортов за границей. Арк 1950. Франция. Молодой курорт, расположенный на высоте 1950 метров над уровнем моря, привлекает гостей своим праздничными видами. Неудивительно, что местные рождественские открытки делают с изображением La Village Arc. Сама горнолыжка спроектирована таким образом, чтобы можно было передвигаться на лыжах по всей ее территории. Совсем не обязательно снимать их, даже когда вы передвигаетесь из отеля в магазин. Арк в цифрах. 425 километров. Длина трасс любого уровня мастерства. 144. Количество подъемников. 2. Ледника. И более двух десятков поселков, где также расположены престижные горнолыжные школы и сноупарки. 180 метров. Длина халфпайпа для сноубордистов. 1992 год проведения зимних Олимпийских игр, когда в них была задействована местная бобслейная трасса, на которой передвигаются на управляемых санях. 200. Количество ресторанов, баров и клубов. Арк 1950 даже называют горнолыжным раем, ведь здесь есть все необходимое для отдыха. Особой популярностью на курорте пользуется ресторан Игл. Исходя из названия, уже можно представить, как он выглядит. Это юрта, построенная из снега и льда. Внутри него находится целая галерея ледяных скульптур и даже гостиница с несколькими номерами. Температура здесь примерно 0 градусов. Поэтому здесь так активно угощают горячим сырным фондю, глинтвейном и чаем. Любителям всяких там разных теорий заговоров. Здесь очень любят русских туристов. И даже ежегодно устраивают так называемые русские недели, которые приходятся на даты нашего Рождества. И в ночь с 6 на 7 января здесь устраивают русские вечеринки. С дегустацией устриц с шампанским, огненные шоу и шоу фейерверков. Арк славится одним из лучших спа-центров в стране. Deep Nature Spa представляет собой пространство на тысячу квадратных метров. Которое вырезано в скале и дает возможность насладиться видами Монблана. Что еще нужно, чтобы успокоить свое тело и разум? Отели. Это отдельная история. Они здесь исключительно пятизвездочные. И каждая из них имеет свою террасу с видом на Монблан. На ресепшен расположены камины. А в самих отелях есть прачечные, багажные комнаты, подземный гараж, комнаты для проведения семинаров. Pass de la Casa, Андорра. Первый горнолыжный курорт Андорры, которому около 60 лет. Находится на границе с Францией. Высота его центра 2050 метров. Курорт имеет свою особенность. Даже если температура воздуха достигает плюс 10 градусов, снег все равно остается сухим и скользким. Pass de la Casa – название небольшого курортного городка, в котором проживает всего около 3000 жителей. На территории горнолыжки около 45 отелей, каждый из которых имеет свою изюминку. В отеле «Кристина» персонал говорит на русском языке. В «Спортинг» есть турецкая баня и джакузи. А в «Петти» предоставляются также услуги лыжной школы. Есть и здесь свое «Иглу» – льдяной отель «Иглу Вилаш Гранд Валира». Интересное название – деревня Большой Валера. На территории курорта оборудовано 55 трасс, среди которых 13 черных. Для профи – 23 красных, для опытных лыжников, 11 синих, для лыжников среднего уровня и 8 зеленых, для новичков. Помимо многочисленных ресторанов, баров и клубов, здесь недалеко есть также и другое место для отдыха – комплекс «Кальдеа» в Эскальдесе, чьи термальные источники обладают оздоровительными действиями. И раз уж мы начали говорить про лучшие зимние курорты Франции, то стоит также ответить, что существуют и зимние детские лагеря в этих потрясающих местах. В описании к данному ролику я поставлю ссылочки, где вы сможете посмотреть лучшие детские зимние лагеря в Европе. В таких лагерях дети, помимо того, что занимаются зимними видами спорта, также изучают язык, знакомятся с другими ребятами из разных стран, просто круто проводят время. И чтобы отправить в такой лагерь, ребенка не обязательно ехать туда самому. Существуют компании, которые полностью занимаются всей организацией. И, конечно, контакты и всю полезную информацию вы найдете по ссылочкам. Но мы продолжаем путешествовать по Европе дальше. И заезжаем в Чехию. Шпиндлеру в Млин. Млин или млын в переводе с чешского. Значит, мельница. Во второй половине 18 века здесь была мельница, которая принадлежала немецкому мужчине с фамилией Шпиндлер. Впервые местность упомянулась в 1516 году, когда здесь добывали золото и серебро. А в 1704 году здесь поселилась семья Шпиндлера. Постепенно около мельницы появился домик лесника, хижины и другие домики. Город Шпиндлеров-Млин находится на севере страны, рядом с границей Польши и недалеко от Германии. На территории горного массива Исполиновы горы. Или, как его еще называют, Крконаш. В фольклоре всех трех стран, Германии, Чехии и Польши, это дух, олицетворяющий непогоду в горах. На гербе города изображены три зеленых дерева. И на склонах здесь, в лесах, в самом деле преобладают три вида хвойных. Сосна, ель и пихта. Курорт популярен среди жителей Германии, Голландии, Польши, России, Словакии и самой Чехии. Ежемесячно сюда приезжают около 15 тысяч человек. Здесь также проходят разные мероприятия в мире спорта. Этапы Кубка Европы в лыжном фристайле и Кубка мира по слалам. Помимо лыж и сноуборда, здесь можно заниматься боулингом, сквошем, теннисом. На территории Млина находятся два главных горнолыжных центра – Медведин и Святой Петр. Медведин включает в себя семь красных и синих трасс, наивысшая точка которых – 1000 метров. Святой Петр состоит из 11 трасс разного уровня сложности. Едем в Зёльден, Австрия. Горнолыжки Австрии составляют большую часть мировых рейтингов лучших курортов. Всего в стране их более 400. Один из них – Зёльден – наши туристы называют австрийской ибицей. Территория катания занимает 167 километров, а перепад высот – 1873 метра. Для сравнения, территория катания всей Красной Поляны в полтора раза меньше. Здесь также проводят чемпионат мира по горнолыжному спорту. И базируется официальная европейская учебная база лыжной команды США. В 2018 году здесь была построена киноэкшн-выставка 007 Elements, на месте, где Дэниел Крейг, агент 007, гонял по горным вершинам и ледяным серпантинам. Современные интерактивные инсталляции, отличный звук и видео погружают гостей в середину событий фильма «Спектр». На территории курорта расположен термальный отель «Аквадом», который идеально подойдет поклонникам спа. «Аквадом» считается лучшим термальным комплексом страны. На его строительство было потрачено около 72 миллионов евро. Построен он по принципу фэншуй. Его отличительная черта – три поднятые чаши джакузи. Цермат, Швейцария. Ну и куда без швейцарских курортов, также являющихся одними из лучших и известных в мире. Курорт Цермат в Швейцарии бьет все рекорды. Здесь самые высокие горные трассы и канатная дорога. Возможность кататься в течение всего года. Постоянный снег. Входит в число Best of Alps. Сюда стоит приехать однажды хотя бы для того, чтобы лицезреть самую красивую и инстаграммобильную вершину Европы – Матерхорн. Помимо покатушек и походов по ресторанам, барам и магазинам, здесь есть и другие развлечения, экскурсии. Гости смогут увидеть самые красивые реки и озера Альп, погулять по канатным дорогам и небольшим деревянным мостиком. На территории также расположены готические церкви и романские базилики тех времен, когда здесь правили первые короли. Среди ресторанов есть также тот, что привлекает гостей своим местоположением – Парадайз. Это то место, чье название говорит само за себя. Здесь посетители могут потрапезничать любой захватывающим видом на Матерхорн на высоте 2230 метров. Цермат славится своим чистейшим горным воздухом. Автомобили здесь запрещены, а потому добраться до этого места можно только поездом, а далее – либо на электромобиле, либо на карете, запряженной лошадьми. Друзья, и спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться, ведь в следующих выпусках вы узнаете много нового из мира путешествий.